Так, ну что, ребята, всем привет! С вами Камори Плей, и сегодня мы снова играем в Founders Fortune. Они уже почти построили грядки и готовы, почти готовы к новому колонисту. Лене осталось только выполнить пару желаний, и тогда скоро появится у нас новый житель. Ну что ж, Лена, я думаю, что ты можешь сама себе построить это всё и идти изучать, и идти дальше анализировать кристаллы. Ну что ж, теперь у всех зелёные стрелочки, и надо проверить, через сколько же колонист прибудет. Прибудет через 20 минут, поэтому я думаю, что мы успеем ещё много чего сделать. Так, Лена, ты, конечно, молодец, иди лучше канализируй кристаллы, нам нужно больше материалов. Так как у нас прошла весна почти, нам нужно поскорее поставить грядки, чтобы проще было выращивать наши овощи, фрукты и всё остальное. Я думаю, что мы можем поставить уже полку с едой, хотя у нас еды нет, но можем поставить скоро костерочек. А, Гена, ты у нас умеешь готовить на костре? Пока нет. Наверное, мы поставим тебе. Первое это готовка на костре. А кто-нибудь из ребят? Остальные не умеют. Ничего. Отлично у них тут стол получился. Так, ну что, Лена почти выучила кристаллы. Это уже радует, но вот Гене нужен помощник, поэтому следующий колонист будет как раз таки помогать нашему Геннадию. Он один фермер, а грядок у нас много. Ну что ж, давайте вот так сделаем. Тут у нас будет аллейка. Ну, сейчас построим, наметим, как мы бы это всё увидели. Не хватает нам брёвен, оказывается. Ну ладно, поставим, будем тут делать аллею. И уже от аллеи будем разблокироваться дальше. Ура! У нас обработка дерева разблокирована. Теперь мы сможем сделать оружие. Всякие разные инструменты. Нам нужно больше дерева. Так, костёр. Для костра тоже нам нужно больше бревна, но у нас пока ещё наш Гена не умеет пользоваться костром. Поэтому, пожалуйста, иди и построи эту часть. И мы продолжим. Гена тем временем посадила уже куча всего. Радует, конечно. Это всё. Камори, ты там скоро добудешь. Какая радостная, смотрите. Бьёт пень ногой. И давайте пока выберем следование. Вооружение, мебель, партняжное дело или садоводство. Давайте партняжное дело. Нам нужно тренироваться в бою. Это очень важно. Ох, это нехорошо. Геннадий, беги скорее. Надо ещё попасть каким-то образом. Удалить все заражённые растения. Камори. Удалить все заражённые растения. Идите скорее. Нам хотя бы для верстака нужно дерево, чтобы было проще добывать. А тем временем у нас уже текстиль нужно куда-то использовать. Хотя говоря, по поводу текстиля у нас же нам нужно мебель изучить. Для этого давайте всё-таки сначала выучим мебель. Чтобы было приятнее спать на кровати. Прибыл торговец. Ну что ж, давайте глянем, что там торговец нам хочет продать. Так, торговать. Иди посмотри, что там. Мы можем продать это всё. Но у нас только есть помидоры и камень. Помидоры продавать не будем, камень тоже. Так, что можем купить? Мы можем купить железные мечи, всякие луки, топоры, каменный, деревянный меч. Честно говоря, пока нам нечего покупать из этого всего. Но если что, мы будем всегда в курсе. Так, ну что-ка море. Нам нужно больше дерева. Хотя ты уже набрала довольно много. Поэтому я пока создам костёр. Ну, например... Если у нас тут будет огонь, значит тут у нас будет костёр. Иди построй. Геннадий решил построить сам. Хорошо, иди добывай дерево пока. А ещё нам надо верстак. Я про верстак совсем забыла. Нам ещё немножко уныния у Лены. Ну, потому что, скорее всего, у нас тут торговцы находятся. Вот ей это не нравится. Рассказать острую шутку ко море. Где у нас ко море? А, она ест. Так, ну что? Где ты? Острая шутка. Ну, давай, расскажи. Что ж. Может быть, развеселишься немножко? Ура! И они, по-моему, стали друзьями или приятелями. Ука море повредила ногу. Вроде бы кто-то у нас был врачом. Давайте посмотрим. Да. У нас врач как раз-таки Геннадий. Геннадий. Наложить шину на ногу. Хочет достичь отношений неприятелей с Геной. Зачем тебе такое? Тебе не нравится? Ей не очень нравится. Геннадий, наверное. Так, Геннадий. А, Геннадий делает шину. Понятно. Интересно, это и у нас шина успешна. Так, на ноге. Минута. То есть мы сократили до минуты. Это уже радует. Сейчас она поработает. Работает. Время идет. Все происходит. Еды прибавляется немного. Конечно, не так сильно, но все же прибавляется. Геннадий старается по полной. Геннадий лежит куставы, а к море только что встала, чтобы дальше рубить деревья. Теперь все ждут нового колониста. Кто же это может быть? Пока мы не знаем, но, скорее всего, мы его тоже как-нибудь назовем. Геннадий гена слишком банально. Но, если у вас какие-то будут идеи, говорите, кого, как называть. Вот уже и рассвет. Пристал и коровы, и гоблины. Все, что надо. Сегодня последний день весны. Уже весна кончается. Так, ну что, 42 дерева. Следовательно, мы сможем делать мастерскую ремесленника. Поставим рядом сюда. Так, к море. Иди построй. У кого есть какие предпочтения? У нас ремесленники вообще есть? Нет ни одного ремесленника. Ты у нас немножко ремесленником будешь? Хорошо, еще к морю. Будешь делать всякие штуковины прикольные. Нам бы поставки для орудий. Разумеется, куда без них. И закажем нибудь материалов. Нам нужно топорик, это понятное дело, куда без него. А потом кирка. Вот для этого нам нужно, конечно, больше дерева. А еще нужна подставка. Сохранение. Для инструментов. 20 штук. Прибыли мигранты. Ну что ж, вот такая вот старушечка. С косами. Пришла. А, Геннадий. Ты у нас... Ну давай, к морю встретит. Так, примем мигранта. Сейчас построят. Иди, принимай мигранта. Так, Ольга. Ольга. Так, Ольга. Ты у нас... Вообще, что умеешь делать? Ты у нас... Выживальщица, тупая и обжора. Ой, какие интересные у тебя черты. Что ты по навыкам умеешь делать? А нас, зато хороший фермер, может готовить на костре. Вот мы тебя и сделаем, фермера. Будешь помогать всем остальным. Так, ну что. И так же будем делать яблоки. По два. Пока сделаем. Держать на складе. Чтобы была готовая еда. Всегда. А, нам нужна Ольге же еще кровать. Давайте хлопок. Возьмем, сделаем тут кровать. Еще одну. Ольга. У тебя будет новая кровать. Иди. Построй себе. Завладеть. У тебя уже есть почти все. И тогда посмотрим. Теперь все хотят себе предличную кровать. Понятно. Тогда будем ждать предличную кровать. У Геннадия уныние сейчас. Может быть его чем-то развеселить? Ольга. Давай мы с тобой пообщаемся. Может что-то интересное будет. Привет, Ольга. Я Геннадий. Неприятный разговор. Хорошо. Давай поговорим о еде. Может быть тебе понравится? Это жизнь отстой. Говорит Гена. Гена, ты иногда прав. Вроде бы они даже подружились. Это уже хорошо. Может быть попробуем обнять. Хорошее настроение будет. О, видите? Настроение поднимется. Так. Есть еду с костра. Так. Аморь. У тебя почти готово. Сейчас уже лето. Здорово. Геннадий, у тебя два раза больше работы теперь. Еще есть вторые грядки. Но Геннадий решил, что сегодня у него будет выходной. Понятно. Значит, ты у нас сегодня обиделся. Ладно. Хорошо. Так. Ну что, мы изучили. Теперь мы можем сделать кровати. Это здорово. Поэтому давайте начнем с комори. Все-таки мы первые, но у нас при на них. Кстати говоря, нет. Давай сначала мы начнем делать инструменты. Нам нужно комори больше дерево добывать. Пока мы будем изучать его, что партнерное дело. Геннадий будет простоять, ничего не делать. Ну, как хочешь. Вот. Отлично. Иди делай инструменты. Ну что ж. У нас первое снаряжение. И будем снаряжать коморе. Снаряди себя. Теперь у тебя будет лучше получаться добывать дерево. Ну что, как тебе с новым топориком? Конечно же, гораздо удобнее. Теперь Гена неприятель. Для нашей Лены. Почему-то они не очень поладили. Надеюсь, все будет не так. Не подружиться обратно. По-моему, они снова подружились. Ну что ж. Первые кровати. Пока поставили вот сюда. Потом будем уже разбираться. Геннадий, тебе осталось все немножко. И можешь пока построить. Хорошо? Давайте еще посделаем кирку. Нам нужно 40 бревна. Это чуть побольше, конечно. Но зато, я думаю, что мы сможем сделать. Геннадий у нас уже перестал злиться. Надеюсь, у него все получится дальше. Ну что ж. Ставим еще одну кровать. А ткани не хватает. Коморе. Ты у нас также и ткани дел. Иди. Подкинь немного. Ну что ж. Ребята, сегодня мы уже сделали первые инструменты. Добавили еще одного колониста. И уже постепенно начинаем развиваться. И добавлять новое и новое. А теперь я с вами прощаюсь. До следующего раза. Так что всем пока-пока. Продолжение следует.